20 лет назад это было рядовое сельское ПТУ, которое хотели закрыть. Сегодня это один из лучших региональных, я подчеркиваю региональных, поскольку финансируется этот вуз из областного бюджета, так это вот один из лучших региональных вузов страны. И это не мое субъективное мнение. К такому выводу пришли в Совете Федерации и рекомендовали распространить опыт Княгининского университета на все регионы страны. Достопочтеннейшие судари и сударыни, начинаем 12-й ежегодный Екатерининский бал в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете. Раз в год это учебное заведение посещает сама Екатерина Великая. Лучшие выпускники под ее покровительственным взором получают дипломы об окончании вуза. А 1 сентября те, кто только сюда поступил, получают в подарок от вуза ценные подарки. Лучшим абитуриентам по конкурсному балу, поступавших на базе ЕГЭ, мы дарим новенькие ноутбуки. Дважды в год студенты отправляются в пятидневный тур на теплоходе, где совмещают научные доклады с посещением исторических мест. А в свободное от учебы время конструируют вот такие самоделки. За 20 лет Книгининский университет стал центром притяжения сельской молодежи. Учиться здесь начинают еще с дошкольного возраста. Для таких детей здесь открыт IT-куб, команда которого в этом году стала победителем национального чемпионата по робототехнике. На основе полученных знаний мы разработали макет зоны отдыха. По данному макету мы сконструировали канатную дорогу к горнолыжному спуску с фуникулером на понижающей запчатой передаче. От одного мотора мы подключили тренажеры с применением кулачкового механизма и колесо обозрения на ременной передаче. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Государственная программа «Профессионалитет» объединила вокруг вуза 8 техникумов и колледжей. Выпускники сельских школ уже после 9 класса могут получить здесь рабочую профессию и гарантированно трудоустроиться, поскольку в этот учебный кластер входят десятки работодателей. Сегодня практика ориентированная обучение – это самое главное. Это то, что нужно для того, чтобы ребята приходили на производство уже более подготовленными. И еще раз повторюсь, вот федеральная программа «Профессионалитет» как раз этому способствует. Причем отрадно, что флагманом в реализации этого проекта выступает Княгининский университет. Княгининский университет изначально создавался правительством Нижегородской области как вуз для выпускников сельских школ, чтобы сделать высшее образование для них более доступным и чтобы сельская молодежь не уезжала в город, а оставалось жить и работать на своей малой родине. Никому ведь не секрет. Уехал учиться в большой город, и он там остался, привык и так далее, и так далее. И вся идея в том, что они не утрываются от той среды, в которой они жили. Княгининский университет, он имеет ту нишу абитуриентов и решает те задачи, которые должен решать вуз вот в таком моногороде. Это специалистов для маленьких городов, для сельских пунктов. В мае этого года нижегородский опыт развития непрерывного образования в сельской местности с целью закрепления кадров на селе был рассмотрен и одобрен в Совете Федерации. Вы знаете, мы в прошлом году вместе с президентом Российской Академии Наук и еще с бывшим академиками Российской Академии Наук посетили Княгининский университет. На самом деле, выдающееся, конечно, место, где люди молодцы, сделали высоколековую учебную базу. У всех коллег я бы предложил такой опыт изучить, вообще очень интересно. Сегодня, на мой взгляд, наших ученых из Академии Наук, это может быть одной из очень новых, хороших направлений. После встречи председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с работниками социальной сферы села, было принято решение распространить нижегородский опыт на все регионы страны. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, проработать вопрос о разработке моделей региональных вузов развития сельских территорий на примере опыта Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Княгининский университет – это единственный вуз в регионе, который финансируется не из федерального, а из областного бюджета. Регион напрямую заинтересован в эффективном использовании своих средств и в подготовке целевых кадров для конкретных производств. Сельхозпредприятия, молочные заводы, производители мельничного оборудования выступают здесь не просто работодателями, но и участвуют в обучении студентов конкретно под свои предприятия. Здесь на местах лучше видно, какие специалисты и в каком количестве нужны региону.